Есть знаменитые тексты Нагорной проповеди, записанные в 7 главе Евангелия от Матфея. Просите, и дано будет вам. Стучите, и отворят вам, ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят. Есть ли между вами такой человек, который, когда сын его попросит у него хлеба, подал бы ему камень, и когда попросит рыбы, подал бы ему змею? Итак, если вы, будучи злы, умеете даяние благие давать детям вашим, тем более Отец ваш Небесный даст благо просящим у него. Скажите, разве Господь не знает наши нужды? Зачем Он просит просить, чтобы дать нам в ответ что-то? Почему Иисус настаивает на этой необходимости, искать, чтобы что-то находить? Всевышний знает сердце каждого. Он знает прошлое и будущее. Он знает даже количество волос у нас на голове. Но представьте, если бы Он стал навязывать свою помощь каждому человеку. Пытались ли вы когда-нибудь сделать или причинить кому-то добро насильно? Даже помочь донести сумку незнакомому человеку? С какой реакцией можно столкнуться? Просьба, она открывает нужду. Искреннюю нужду будет видно по просьбе. Человек ведь далеко не всегда хочет признавать свою нужду. Сохранилась магнитная кассета с записью, где мне около трех лет. Я рассказываю стих Маршака, но после каждой строчки остается пауза. Потом звучит мамин голос, цитирующий следующие слова. И потом я произношу одну и ту же фразу. «Я сам» и повторяю в точности то, что говорит мама. Опять пауза, мамин голос, «Я сам» и стихотворение продолжается. Насколько человеку бывает непросто признаться в том, что он не может самостоятельно сделать и пытается самостоятельно что-то осилить. Представьте, что жена собирается дать совет мужу-мастеру, как ему вбить гвоздь или держать дрель. Насколько легко он воспримет этот совет? Сможет ли он принять его без иронии? Если человек не нуждается в чем-то, то очень сложно причинить или сделать ему это добро, подарить ему что-то даже, если он не осознает свои нужды и не хочет о ней сказать. Чем сильнее осознание нужды, тем с большей настойчивостью будет выражена просьба. Вспомните, как Авраам просил о Содоме и Гаморе, а вернее о своем племяннике Лоте, с какой настойчивостью он обращался и взывал Господу. Конечно, здесь и открывается настоящая нужда. Просите и получите благо. Но знает ли человек, что на самом деле является благом? Отец ваш небесный даст благо просящим у него. А на добро ли мы просим что-то, чтобы получить? Является ли это действительно чем-то хорошим? Мы знаем, что без Бога самые прекрасные благословения на земле могут оказаться проклятием. Деньги — это хорошо или это плохо? Ножик можно нарезать хлеб, а можно причинить и увечья. Если без Божьего Духа ты что-то получаешь, то это не всегда может оказаться благом. Богатство тоже не всегда оказывается благом, если им неразумно распоряжаться. Великий разум в отсутствии Бога может довести до самоубийства, как случилось с Ахитофелом, мудрецом во времена Давида. Даже обыкновенный прибор может причинить большие проблемы, если неправильно им распорядиться. Даже успех на духовном поприще при отвержении Божьего Духа становится плачевным и приводит к трагедии. Но при всей этой относительности есть вполне определенный и четкий ответ, что будет самым высшим, самым великим благом. И есть критерий, что является злом. Давайте пойдем от обратного. В книге пророка Иеремии 2 главе 13 тексте мы читаем, «Ибо два зла сделал народ мой. Меня, источник воды живой, оставили, и высекли себе другие водоемы, которые не могут держать воды». Оставление Господа И избрание себе другого Господина. Вот что Священное Писание называет злом. При любых обстоятельствах, в любой ситуации, если ты отрекаешься от Господа своим сердцем, то ты делаешь зло. Здесь нет относительности. Благословение может оказаться лишь проклятием, лишь черешками без Бога. Как писал один христианин, «Единственная забота дьявола — это удержать христиан от молитвы». Ему нечего бояться. Без молитвенном изучении Библии, без молитвенной работе, без молитвенной религии он смеется над нашим тяжким трудом, насмехается над нашей мудростью и дрожит, когда мы молимся. Самуэль Чедвик. Любые блага без Бога не могут приносить настоящего счастья. Это лишь разбитые водоемы, которые не в силах держать воды, потому что Он и есть самое наивысшее благо. Когда один юноша подошел ко Христу с обращением «Учитель благий, что сделать мне доброго, чтобы наследовать жизнь вечную?» то в Его словах чувствовался некий поиск альтернативы тому, что Ему было уже известно. Ведь Ему не было открыто, что Иисус — это Господь, и Он обращается «Учитель благий». Но Иисус явно показывает молодому человеку «Не ищи Богу замену в доброте». Никто не благ, как только один Бог. С добротой Бога не сравнится никто из людей. Все добрые люди, все добрые мысли — это лишь капельки от Божьего океана. Нет никого добрее Бога. Он — наше самое большое благо. Самое большое благословение в жизни, которого никто и ничто не сможет лишить. «Ибо я уверен, что ни жизнь, ни смерть, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни любая тварь не сможет отлучить нас от любви Божьей. Ничто от нее не отлучит, если только мы сами своим безразличием и пренебрежением не выставим преграду и не откажемся от любящего нас Отца». Он дал нам Своё Слово, питаемся ли мы им, ищем ли в Нём руководство. Он заплатил Своей жизнью даже больше. Бог не просто пожертвовал Собой, но жизнью Своего Сына. Сколько несчастных матерей, смотря на своих больных детей, хотели бы оказаться на их месте. Что легче, умереть самому или пожертвовать единородного Сына? Господь явил нам самую великую любовь, которую можно было бы себе представить. И Он готов нам дать всё, о чём только попросим, всё, что будет действительно нам во благо. Потому что, как пишет апостол, просить и не получаете, потому что просить и не на добро. Но, как мы уже убедились, наивысшим благом, благом в любой ситуации, в каждом жизненном случае благом будет Бог. И посмотрите, как записаны эти слова Христа в параллельном Евангелии, в Евангелии от Луки. 11 глава, 13 текст. «Итак, если вы, будучи злы, умеете деяния благие давать детям вашим, тем более Отец Небесный даст Духа Святого, просящим у Него». В Евангелии от Матфея мы читаем, «даст благо, просящим у Него». А в Луки «даст Духа Святого, просящим у Него». Самым наивысшим благом является Господь. И Он готов нам дать самого Себя, если только мы раскроем эту нужду. Он уже отдал нам Себя на Голговском кресте. И сегодня Он желает, чтобы каждое сердце ощутило свою нужду в Нем. Посмотрите, о чем просит Давид в 26-м Псалме. «Одного просил я у Господа, того только ищу, чтобы пребывать мне в Доме Господнем. Во все дни жизни моей созерцать красоту Господню, посещать храм Его». Усталой арфы горькая струна тоскливо повествует о печали. И песня так пронзительно сначала до самого конца. Стоит луна, над тихими холмами Вифлеема горит костер, лежит лепешка хлеба. И мех с водой из ближнего ручья, печаль души с луной обручена. Она поет о тайне и разлуке, о жажде видеть светлый Божий лик. Перепилов ночных плачевный клик, цимбала обезумевших цикад, захлеб, пристрастно, звучно и невлад поют хвалу. душистой вешней ночи, устало слушающей вздохи овчьих стад. И арфа в лунный звук вплетая звуки, вновь начинает с самого начала святую песнь о правде и печали, которую струят душа и руки, о вечной и неисцелимой муке, о страсти лицезреть священный лик и о завесе, что, скрывая славу, увидеть лик Творца не позволяет, поскольку Бог убийственно велик. Но юноша безумного мечта так далека от глупости амбиций. Она скорее мечта, желание слиться с улыбкой вещей вечного лица. Мечта уйти, как в путь в пустыню света и созерцать без хлеба и питья глаза, лучащие закаты и рассветы, устародившие глубины бытия. Об этом плачет арфа до зари. Остыл костер и хлеб лежит не тронут, и лунный лик бледнее не горит, и струны сердца надрываясь стонут царь вечности, что длится без конца. Яви, яви нам чистый свет лица, мглу разорвав, как чистую завесу. Явись, о Яхве, тем, кто сердцем чист, терзает арфу, юноша, арфист. Звучит его страданием тишина и, опустившись с неба, шихина неосезаемо, прозрачно и светло, целует от рока в горячее чело. Так нужду Давида выразила поэтесса Наталья Щеглова. Насколько это нужда и нашего сердца, насколько необходим нам сам Бог, а не Его благо. Самое высшее и доброе это Сам Господь. И Он обещает нам отдать Себя, если только мы действительно этого хотим. Бог сегодня спрашивает каждого из нас, действительно ли мы нуждаемся в Нем как самым главным и великом благе во Вселенной. Если да, то это будет видно из наших просьб. Это будет видно из наших молитв, которые мы возносим к небу, к Его престолу. Насколько они настойчивы, насколько они целеустремленны, просим ли мы о Его присутствии. Ведь Господь дал нам молитву точно так же, как руки, точно так же, как глаза. Нам не нужно просить Бога нажать выключатель в комнате, чтобы загорелся свет, потому что Он дал нам руки и ноги, чтобы мы могли подойти и нажать на Него. Но Он также желает нам дать свет в сердцах, дать Своё присутствие. И для этого Он дал нам другой инструмент. Он дал нам молитву. Молитву, изменяющую обстоятельства, молитву, раскрывающую нашу нужду в Нём. Просите и ищите, а когда найдёте, то не переставайте стучать. И Отец Ваш Небесный даст Духа Святого просящим у Него. Он даст нам Себя, потому что это и Его желание тоже. Если вы чувствуете эту нужду и осознаёте наличие в своём сердце пропасти размером с Бога, то вставайте на колени и взывайте, ищите стучите и просите и Отец Ваш Небесный даст вам благо. Самое высшее благо во Вселенной, которое только возможно. Его присутствие в вашем сердце. Пусть Господь благословит вас этим осознанием этой нужды, горячей просьбой и обретением самого наивысшего блага в мире. Аминь. Субтитры Субтитры Субтитры